Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, Говорим тебе спасибо за священный вечный зов С вечной верой в человека, он живет у нас в крови. Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Были в работе с молодежью, были представители питерской молодежки, были представители ДСАА Питерского и офицеров России по Санкт-Петербургу. И мы обсуждали очень такие слободневные интересные темы, предлагали сотрудничество, нашли общий язык. То есть режимы этого круглого стола, оно уже будет являться определенным законом для действия какого-то совместного с нами. Потому что в одном только месте, там в Москве, нет никакого смысла уединяться, что называется. Мы готовы поработать по всей России и показывать свою выставку, и рассказывать о многом интересных вещах. И какие-то совместные мероприятия общероссийского плана мы там как раз и предлагали. Следующий кадр. Ну вот, проходил круглый стол, с левой стороны сидит, так сказать, представитель как раз из руководства федерального бюро и молодежи, Квала Саматалья Владимировна. Человек, который сейчас будет вообще отвечать комиссией за гранты по патриотике. Ей понравились наши многие предложения. Что называется, она сказала, что мы время зря не теряли. В общем, почетный такой человек для нас. Мы с ней давно уже контактируем. Мы действительно из немногих, к сожалению, порядочных чиновников, кто стоит у власти. Вот в Санкт-Петербурге Наталья Владимировна как раз ее возглавляет. Значит, пожалуйста. Ну, там свои выступления. Я рассказал о мероприятиях, которые мы предлагаем для совместного использования. Султан Михайловна рассказал про выставку, где она была, где она собирается провести. И мы готовы к любым другим предложениям. Прямо там, в общем-то, позвучало предложение о проведении выставки в Кадетском корпусе, в Морском Кадетском корпусе «Ардгеналтийский» для маячков. Я в свое время там читал «Наши уроки мужества» по Героям Кодексом Парык. Ему очень понравилось. Мы увидели выставку, и они тоже захотели принять у себя нашу выставку. Вот. Ну, торжественно все это было. На наше мероприятие приехал племянник, родной племянник Александр Константинович Панкратов, Первого Героя Кодексом Парык, Первого Дорога Алексеевич Панов. Вот он здесь, Султан Михайловна. И вот видите центральную фотографию. Это фотография Леденчика Лепедевского, который вынес всех женщин и детей. И вы, наверное, знаете, что на льдах в Кавском море родилась девочка Карина. Вот. Она как раз Лепедевская. Ну, вот это вот девочка Карина, которая сейчас вышла через два года. Она с нами. Вместе с ней представительница фонда Маргилова Анатолий Хан, исполнитель. Нам было очень приятно, что приехали два вот таких почти для нас человека. Мы, конечно, их честовали. Было очень приятно и послушать их рассказы об их великих родственниках. Ну, и вообще от Карины Васильевны услышать, как вот. Мы, конечно, нас саматься не поймем, только с рассказов мамы, которая вот здесь изображена на нижнем фото. Вот. Очень много интересного. Мы ее узнаем. Полностью записали ее выступление. И будем, конечно, в нашей выставке обязательно пользоваться вот этой информацией, которую она вам передала. Вот. Как раз представитель ДСААП и офицера России по Санкт-Петербургу Владимир Кузьмин как раз вот показывает на эту фотографию. Ей тоже было очень приятно, как бы, посмотреть, вспомнить. И рассказать о Липедевском первом герое, которому, кстати сказать, 23 марта, день рождения Липедевского, мы тоже каким-то образом должны будем это отметить. Вот. Вот. Вот тоже здесь были представители союза, Национального союза психотического воспитания. С северной стороны девушка стоит, вот Банов. И с правой стороны от меня стоит тоже интересная женщина. Мы пригласили. Давно контактируем. Она руководитель музея и учитель истории поселка Молодцова, который назван в честь одного из героев подоксовного пожертвования Молодцова. И чем еще она для нас, как бы, дорога, она является матерью, значит, вот ее сын Мич Монд, который погиб на подлодке Курс. И сейчас вот мы стараемся ей помочь, чтобы одна из улиц города Кировска была названа его именем. Ну, тоже, в общем, подоксом пожертвования парня был. И Рудольф Алексеевич Панов, он такой самодельный художник, конечно, не профессионал, он исполнил портрет своего великого дяди Александра Константиновича Панкратова и вот торжественно нам вручил на нашей выставке этот портрет. Для нас он, конечно, очень дорог и будет, обойдет в экспозицию нашей выставки. Ну, Светлана Михайловна тоже, как бы, рассказывает о челюшкинцам. Я, собственно, к своей, к своему блогу от героев подвиг самопожертвования. Ну, как-то у нас всегда бывает на выставке. Я выступал Анатолий Хат, известный автор-исполнитель, воин-интернационалист, ну, вот, на фоне портрета Александра Кипанова, одного из героев подвиг самопожертвования, который совершил в Калининградской области. Ну, и так, для справки, что просто вам скажу, Анатолий Хат почти слухой человек, почти ничего не видит. Несмотря на это, он приглашение, конечно, приехал к нам, вот, привезли. Ну, с удовольствием всегда с нами бывает во многих мероприятиях, но, афганская война наша наделала всяких, конечно, таких дел. Человек раненый, но, несмотря на это, не теряет дух и постоянно вступает в теоретическое, очень интересное объяснение. Ну, вот, потом, да, можно следить сказать. Потом мы, соответственно, поехали в Красное Село, на монумент памяти Александра Кипанова, который совершил подвиг. Он, наверное, единственный Кавачи во всем мире сохранившийся дзон, когда он в том же самом виде, когда своей грудью Кипанов защитил всех наших воинов от погибели. Вот там такой мемориал, вот в этих стелах, которые напротив. Мы знаем, что хранятся земли с шести мест подвига сам Фажер. Местные, к сожалению, об этом не знают. Написи давно и стерты. Но мы совершенно точно знаем, что в одной из стелей земля с подвига. И там же он похоронен героем мясников. Маркпех родом в Северославской области. И сейчас мы с северославцами, с младежной организацией «Юный Маргелос» хотим провести вот такую экскурсию. Для них специально на Синявинском высоте. Красное село. И чтобы они почтили память своего земляка. Он, кстати сказать, совершил тоже в 1941 году. Вот 75 лет будет позже. Следующий кадр. Ну, вот здесь мы возлагаем цветы, экстели и к этому дзону. Ну, в принципе, вот так вот прошла наша выставка. Все было хорошо. Там много интересных, как бы, так сказать, было знакомство. Были представители организации «Младежи Супремни», которые сейчас здесь присутствуют. Вот. Были представители других организаций. «Младежи Супремни». Это очень быстро удалось, скажем так. «За нами сила предков, а мы светлая рать. Под нами матушка земля, над нами благодать. За нами сила предков, а мы светлая рать. Под нами матушка земля, над нами благодать. Над нами благодать. Над нами благодать. А в fuels Radarsност ? Под нами плавали рать? Продолжение следует...